В этом выпуске. Компания Уолт Дисней отказалась поставлять фильмы в российские кинотеатры. Федеральные каналы отказываются от рекламы с Максимом Галкиным. Власти Германии арестовали 150-ти шестиметровую яхту Алишера Усманова. Американская кинокомпания Уолт Дисней заявила о том, что приостанавливает поставки своей кинопродукции в Россию. Поводом для такого решения стала ситуация на Украине. Сотрудники компании уточнили, что Уолт Дисней стала первой компанией, которая решилась на такие меры. При этом указывается, что все следующие шаги и решения будут зависеть от того, как будет развиваться политическая ситуация. Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, сообщается в Твиттер. В итоге на неопределенный срок фильма не будут поставляться в российские кинотеатры. Это означает, что россияне не смогут увидеть продолжение кинохитов «Доктор Стрэндж», «Соник», «Фантастические твари», «Тайны Дамблдора». Отменен и запланированный на ближайшее время премьерный показ Бэтмена. Кроме того, позднее позицию кинокомпании разделила «Соня», которая также сообщила о том, что приостанавливает выход своих фильмов в российский прокат. СМИ сообщают о том, что федеральные каналы отказываются размещать рекламу, в которой участвует артист Максим Галкин. Напомним, Галкин высказался о военной спецоперации на Украине, не поддержав боевые действия России. В соцсетях он заявил, что не может быть оправданий войне. Нет войне? После чего подвергся резкой критике поклонников и коллег по цеху. А 1 марта нежелание размещать рекламный видеоролик с его участием заявил банк Уралсиб, сообщает РБК со ссылкой на свой источник. СМИ выяснило, что причиной отказа является то самое высказывание артиста. Кроме того, с резкой критиков в адрес выступающих против военной деятелей культуры выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем телеграм-канале он заявил, что их позиция неприемлема, так как они годами не замечали происходящего на Донбассе, где власти Киева 8 лет убивали мирных жителей женщин-детей и не готовы осудить украинских неонацистов. По словам Володина, такие рассуждения допускают родившиеся С. золотой ложкой во рту и покинувшие Россию граждане. Он посоветовал им вернуться и поработать на благо страны, а не растрачивать средства родителей на развлечения и отдых. Власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту, попавшего под санкции ЕС российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника в яхтенном бизнесе. Стоимость яхты Dillber оценивается в 600 миллионов долларов. Она находилась на гамбургском судостроительном заводе Blochmus на ремонте с октября прошлого года. Источники Forbes сообщают, что в среду работники, занимавшиеся ремонтом яхты, не вышли на работу вследствие ее ареста. Представители Усманова пока не дали комментариев. Яхта Усманова была произведена по авторскому проекту в 2016 году, ее строили почти пять лет. Это самая большая яхта в мире по водоизмещению, почти 16 тысяч тонн. На яхте есть, в частности, крупнейший по размеру в истории яхт плавательный бассейн, две вертолетные площадки, сауна. Усманов был включен в санкционный список в понедельник в связи со сложившейся ситуацией на границах, наряду с другими крупными российскими бизнесменами. Редактор субтитров А.Семкин